Семинар глав муниципальных образований Ненинского округа начал работу в Наринмаре. В течение четырех дней главам вместе с представителями окружной администрации, собрания депутатов округа, профильных департаментов и правоохранительных структур предстоит обсудить ряд актуальных для поселения вопросов. Строительство социально значимых объектов на селе, утилизация мусора, так называемый квартирный вопрос, дороговизна горюче-смазочных материалов и другое. Ежегодный семинар для глав муниципальных образований – еще один повод заявить о своих проблемах, обсудить и возможность сдвинуть с мертвой точки. Например, в Пёше основная проблема – передача в муниципальную собственность здания молочно-товарной фермы. Так как мы не успели отремонтировать молочно-товарную ферму в Нижней Пёше, из-за чего? Потому что деньги были выделены, но из-за того, что в собственность они были переданы уже в начале декабря, то есть мы в зиму входили в неподготовленное здание. И поэтому пришлось в срочном пожарном порядке приводить в нормальное состояние. В итоге было принято решение о строительстве нового здания фермы. Сейчас ведется выделение земельного участка, на котором развернется строительство. Кроме того, в муниципалитете необходимо возвести дом культуры и примыкающую к нему библиотеку. В Нельмен-Носе схожие проблемы много лет. Жители этого муниципального образования ждут новенький этнокультурный центр. Существует подребность в жилищном строительстве, но наблюдается положительная динамика. Проблемы всем известны. Это строительство школы, поселки Нельмен-Нос, которые не можно построить уже с 90-х годов. Но как бы вроде проблема решается положительно. Проектно-спитная документация заканчивается разработкой в октябре 2019 года. Я думаю, что в дальнейшем пойдет уже строительство. Депутат окружного собрания Александр Чурсанов в ходе обсуждения строительной темы отметил, что полномочия о приеме в эксплуатацию строительных объектов на селе можно передать в район, так как в сельсоветах не всегда есть нужные специалисты. Те объекты, которые строятся, строятся сейчас вокруг и по заполярным районам. И, соответственно, те объекты, которые вводятся в эксплуатацию, главные спальные образования должны подписывать документы. И, на мой взгляд, учитывая то, что специалистов администрации на сегодняшний день в муниципалитетах в области нет, и, соответственно, подписывая те или иные акты, глава в последующем несет очень серьезную ответственность. Цена на хлеб и его качество в поселениях тарифы на электроэнергию депутат Наталья Кордакова рассказала, какая работа ведется в этом направлении. Еще одна актуальная тема, которую планируют более детально обсудить в ходе семинара – рыболовство. Тем более, что в силу вступают новые правила, и они касаются непосредственно жителей поселений. Планируется, что рыбу можно было разрешено увидеть для жителей сельских населённых бунтов на реке Печора, не обозначая конкретные какие-то участки. То есть, если живешь, например, на Норминосии, можешь увидеть рыбу на Печоре, рыбу на месте, только там, где нет рыболовных участков, соответственно. Кроме того, на семинаре будут обсуждаться вопросы безнадзорных животных, контактная система закупок, вопросы миграции, социальных выплат и другие. Заключительный день учебно-консультационного семинара состоится в администрации Заполярного района. Речь пойдет о безопасности на водных объектах, бюджетных взаимоотношениях и подготовке к осенне-зимнему периоду. Завершится семинар торжественным заседанием, посвященным Дню местного самоуправления.